Эта история началась здесь, в районе остановки Культурная, в ночь со 2 на 3 февраля прошлого года. Василий Литвинов попросил таксиста Александра Пепко отвезти его в Дедуровку. Тот согласился, не подозревая, чем закончится эта история. На той самой трассе в Дедуровку и оборвалась жизнь мужчины. Первое, что удалось найти по этому делу, были личные вещи убитого со следами крови. Затем с помощью мобильных телефонов следователи вычислили преступников. У Литвинового, как оказалось, был напарник Александр Скориков. Он ждал его на месте будущей расправы. Он с целью отвлечения внимания должен был передать водителю 5000 рублей, якобы для оплаты проезда за друга. Договоренности о применении в отношении потерпевшего насилия и убийства между ними не было. Свои действия в случае оказания сопротивления со стороны водителя они не обговаривали. Их главной целью был автомобиль. Убивать водителя они не планировали. 20-летние парни рассчитывали справиться с таксистом, просто вытолкнув его из машины. Но Пипко сопротивлялся до последнего, за что и поплатился жизнью. Литвинов несколько раз ударил его ножом в грудь, а когда понял, что убил, решил замести следы. Тело таксиста преступники вывезли в лесопосадку и подожгли. В автомобиле жертвы они наткнулись на форму и только тогда поняли, почему не сразу сладились с простым водителем. Александр Пипко оказался сотрудником ОФСИНА. Похищенную 14-й убийцу спрятали в гараже в поселке Краснохолм. Там и нашли ее полицейские. Кстати, Литвинов сразу начал сотрудничать со следствием. Благодаря Литвинову, если можно так сказать, был найден труп Пипко, был найден его автомобиль, было установлено место, где скрывались иные доказательства, в том числе документы, госномера и так далее. И орудия госупринга. Только на приговор не чистосердечное признание, ни сотрудничество особо не повлияло. Каждый из 20-летних преступников получил по 20 лет строгого режима. Мать Литвиновы единственная из родственников, кто отважился прийти и выслушать приговор сыну. Но разговаривать с журналистами она категорически отказалась. Ольга Патрушева, Константин Воробьев, Виктор Горшенев. Наше время.